книга открытым оком тема русский язык том 7 вопрос 1952 сегодня многие еще держатся за непонятный церковнославянский язык а как в житиях кто-то хотя бы понимал что без знания священного писания на родном языке и молитва далеко не полноценная ибо не понимают люди о чем они говорят отвечает игнатий тихонович лапкин во все века были такие люди которые понимали это но всегда были и те кто тушил свет запрещал на родном языке молиться и читать библию первое послание коринфянам 14 19 но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим чтобы и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке житие святого феодосия великого 11 января так как в обители преподобного братья была не 1 не из одного народа и ни одного языка но различных то поэтому он устроил и другие церкви в которых каждый народ мог бы на своем языке славить бога так великой церкви при чистой богородицы греки в другой иверицы в 3 армяне пели церковное правило на своих языках по семи раз в день согласно уставу давидову псалом 118 164 семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей для больных была особая церковь во время же причащение причистых тайн вся братья собиралась из всех церквей в одну великую церковь который пели греки и все причащались вместе житие святого кирилла память 11 мая как же я буду проповедовать им сказал философ это все равно что записывать беседу на воде к тому же если славяне неправильно поймут меня можно прослыть еретиком он открыл буквы вашего языка которые до сего времени не были известны не ведано было только в первые лета чтобы и вас причислить к великим народом которые прославляют бога на своем языке когда стало распространяться божественное учение между славянами и богослужения совершаться на их языке тогда первый и злостный завистник дьявол не вынося сего вошел в свои сосуды и начал многих возбуждать говоря им этим бог не прославляется если бы ему это было угодно то разве он не мог сделать чтобы и изначало для его прославления проповедь слова божия записывалась на языке того народа которому возвещалась но три языка только избрал бог еврейский греческий и латинский на которых и подобает воссылать славу богу так говорили латинские и немецкие архиереи священники и их ученики константин вступил с ними как никогда давид с иноплеменниками в спор и словами священных книг победил и назвал их трех язычниками подобными пилату написавшему на трех языках титла на кресте господа не только одному этому но и многому другому нечестию учили народ немецкие и латинские священники они говорили под землею живут люди велеглаве все гады творения дьявола если кто убьет змею тому отпустится за это девять грехов если кто убьет человека тот пусть пьет из деревянной чашки а к стеклянной пусть не касаются они не возбраняли народу приносить по старому обычаю языческие жертвы не многоженство эти лжеучения святые братья старались искоренять как сорную траву словесным огнем кроме панонии святые константин и мефодий заходили в венецию здесь латинские и немецкие священники и монахи накинулись на константина как вороны на сокола на сокола проповедуя трех языческую ересь скажи нам человек говорили они константину зачем ты перевел славянам священные книги и учишь их на этом языке тогда как раньше никто этого не делал ни апостолы ни папа римский ни григорий богослов ни иероним ни августин мы знаем только три языка на которых подобает прославлять бога еврейский греческий римский философ отвечал к ним разве не идет от бога дождь одинаково на всех или солнце не сияет для всех или вся тварь не дышит одним воздухом как же вы не стыдитесь думать что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими уж не думаете ли вы скажите мне что бог не всемогущ и потому не может этого сделать или завистлив что не хочет сделать мы же знаем многие народы имеющие свои книги и воссылающие славу богу каждое на своем языке из них известны следующие армяне персы абхазы и веры грузины сугды готы обры турки казары оравляне египтяне сиряне и многие другие если не желаете согласиться с этим то вашим судьей будут святые книги ибо давид вопиет псалом 95 1 воспойте господу песни новую воспойте господу вся земля и в другом месте псалом 97 4 восклицайте господу вся земля торжествуйте веселитесь и пойте и еще псалом 65 4 вся земля да поклонится тебе и поет тебе да поет имени твоему вышний и еще псалом псалом 116 1 хвалите господа все народы прославляйте его все племена псалом 156 все дышащие да хвалит господа аллилуйя в евангелии говорится я евангелие то она 11 12 а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими евангелие от иоанна 17 20 21 не они же только молю но и а верующих в меня по слову их да будут все едино как ты от чего мне и я в тебе так и они да будут в нас едино да уверует мир что ты послал меня в евангелии от матфея говорится матфея 28 18 20 и приблизившись иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле и так идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа учая их соблюдать все что я повелел вам и се я с вами во все дни до скончания века аминь евангелист марк также говорит евангелие от марка 16 16 17 кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет уверовавших же будут сопровождать сии знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками скажем словами писания и по отношении к вам немецким и латинским священникам евангелие от матфея 23 13 горе вам книжники и фарисеи и лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и ходящих и хотящих войти не допускаете или еще евангелие от луки 11 52 горе вам законникам что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим воспрепятствовали апостол павел говорит коринфянам 14 19 первое послание но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим чтобы и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке и еще филиппийцам 2 11 и всякий язык исповедал что господь иисус христос слава бога отца таковыми и многими другими подобными словами святой константин обличал латинских и немецких священников отправляя святого мефодия к славянам папа вручил ему следующее послание к славянским князья адриан папа епископ и раба божий ростиславу святополку и еоцелу евангелие от луки 2 14 слава вышних богу и на земле мир в человеках благоволения также если кто другой будет в состоянии правильно и правоверно переводить священные книги на ваш язык чтобы вы удобнее могли познать заповеди божии то пусть будет сие дело свято и благословенно богом нашей и всей католической церковью и еще деяния 2 4 исполнились все духа святаго и начали говорить на иных языках как дух давал им провещевать если же кто осмелится порицать указанных учителей и совращать от истины к басням или разращая вас будет хулить книги вашего языка тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви и до тех пор не получит прощения пока не исправится ибо это волки а не овцы и должно узнавать их по плодам и остерегаться их вы же чадо возлюбленные слушайте учения божие и не отказывайтесь от церковных поучений и тогда вы будете истинными поклонниками отцу вашему небесному со всеми святыми аминь еще цитата многими подобными льстивыми словами немецкие священники совершенно поссорили святополка со святым Мефодием тогда они стали жаловаться на Мефодия папе Иоанну обвиняя его в ереси а главным образом стараясь искоренить славянское богослужение папа Иоанн желая в это время получить помощь против сарацин от немецкого короля принял сторону немецких священников и прислал в Моравию такое послание которым запрещалась славянская служба и только было позволено говорить на славянском языке проповеди Мефодий прочитав все послания сказал что же будет теперь будут люди приходить в церковь и стоять ничего не понимая и позабудут учения Христова и воскреснут в Моравии языческие обычаи нет я не стану служить по латыни это будет людям во вред немецкие священники донесли об этом папе а папа потребовал Мефодия в Рим святой Мефодий прибыл в Рим и папа учредил над ним суд в это время папа получил помощь в войне с сарацинами от греческого царя Василия македонянина а потому и принял сторону Мефодия на этом суде святой Мефодий был оправдан восстановлен архиепископом в славянских землях и получил позволение совершать богослужения на славянском языке но не желая оскорблять святополка папа написал ему такое послание если тебе князь славянская обедня не по сердцу ты можешь слушать у себя во дворце латинскую обедню от немецких священников вместе с Мефодием как его помощник отправился в Моравию священник викинг ставленник немецкого короля и лютый враг славян этот викинг стал главным врагом святого Мефодия немецкие священники начали говорить святополку что Мефодий привез не настоящую грамоту а есть другая по которой нужно изгнать Мефодия и поставить архиепископом викинга тогда святой Мефодий написал папе Иоанну такое письмо кого ты отче поставил архиепископом меня или викинга на это письмо папа и прислал указанное послание затем оставив все заботы и всю печаль возложив на Бога святой Мефодий стал вместе с двумя своими учениками священниками переводить те книги которые не успел перевести вместе со своим братом блаженным Константином вместе с ними он успел перевести весь Ветхий Завет кроме книг Маковейских а также перевел Номаканон правила святых отцов и отеческие книги Патерик начал святой Мефодий свой перевод в марте месяце а окончил в октябре 26 числа окончив перевод святой Мефодий воздал достойную хвалу и славу Богу и святому Димитрию Солунскому в день памяти которого он закончил перевод и к которому как уроженец Солуни особенно благоговел житие святого Варсонофия память 4 октября в плену Иоанн выучился татарскому языку так что мог свободно не только говорить но и писать на этом языке через три года отец выкупил Иоанна у татар тогда он пришел в царствующий град Москву и постригся в монастыре называемом Андроников причем был назван Варсонофием Гурий митрополит в память 4 октября умерщвлял тело свое великим воздержанием и бдением а на теле своем носил вериги хотя сего никто не знал в Казани Варсонофий ревностно помогал святителю Гурию в деле распространения христианства между магометанами и язычниками знание языка и знакомство с бытом татарским принесли ему в этом случае большую пользу многих неверующих обратил он к Богу и крестил их